...своё лицо, как негодных профессионалов. К другим темам предприниматели захватывают территорию горожан. К нам в редакцию регулярно поступают звонки о том, как во дворах и на придомовых участках возникают стройплощадки без нужных документов, а потом в лучшем случае также внезапно исчезают, оставляя после себя мусор и безобразные котлованы. Наша съёмочная группа проехала по испорченным и заброшенным участкам. Подробности в материале Дениса Денисова. В силу своих депутатских обязанностей должен следить за, во-первых, законотворец, ну и удивлять, когда он при этом ещё не исполняет закон сад. Может быть, он неинформирован о ситуации, которая здесь сложилась. С пристройкой жильцы дома на Матозалке 41 борются уже два года. Как только начали рыть котлован, люди сразу лишились газона и части междомового проезда. И хорошо, что быстро нашлась инициативная группа. На застройщика сразу подали в суд. Когда стали всё выяснять в суде, вскрылись неправомерные действия застройщика, который предоставил для получения разрешения ненадлежащие документы, в том числе договор аренды на земельный участок. В результате суд принял решение о признании данного разрешения на строительство незаконно. Встроить перестали, но подавать в суть пришлось повторно. Теперь уже, чтобы компания вернула всё, как было. Снова победа. Правда, застройщик никак на это не отреагировал. Свернуть стройку и засыпать котлован нужно было до 1 сентября прошлого года. Уже даже приставы его оштрафовали. Но ВОЗ и ныне там. Не так давно на месте вот этой сетки были аналогичные металлические листы. Но во время сильного ветра их оторвало, и они попадали на припаркованные неподалёку машины жильцов. Похожая ситуация на улице Металлургов. Снесли одну незаконную постройку, начали возводить новую. Опять же, без каких-либо разрешений. Хотели открыть кафе прямо во дворе, чтобы можно было зайти и культурно выпить, возвращаясь из детского сада, школы или бассейна. Два месяца стройка в запустении. Хозяев ищет полиция. По закону бизнесмены должны убрать за собой. Но, как показывает практика, устранять, скорее всего, придётся силами администрации. Районной или городской. Вот там идёт дорожка такая, вот плиты. Машинами всё разъездили, все плиты поломали, дорожка узкая. И теперь, когда дождь и грязь, вот дети, люди ходят по грязи. Пусть вас не обманывает приличный вид этого заведения. На самом деле это гараж, который находится на крыше гаражного кооператива. Так, по крайней мере, это место зарегистрировано и оформлено в собственность 10 лет назад. За давностью лет оспорить это право невозможно. Я вот сейчас переписываюсь с Роспотребнадзором, потому что у меня, честно говоря, большие возникают сомнения, каким образом у нас в гараже по документам размещается заведение общественного питания, где приготовление пищи осуществляется. У меня есть такое подозрение, что так делать нельзя. Получается, что трапезничают люди в месте, за которым санитарный, пожарный и прочий надзор осуществляется, как за гаражом. Денис Денисов, Павел Иваницкий, 7 канал.